О всем, что важно знать на экваторе недели, далее в информационном обзоре нашего времени. Добрый вечер, сегодня расскажем о таком. Европарламент призвал страны ЕС увеличить и ускорить военную поддержку Украины, а также пообещал продолжать помогать Киеву до его полной победы. Нелетный февраль. Воздушные силы ВСУ уничтожили уже 13-й российский самолет за месяц. Сегодня приземлили сразу три истребителя-бомбардировщика-оккупантов. Кремль создает поводы для противостояния с НАТО. Альянс готов к провокациям России и укрепляет свои позиции в Балтийском регионе. Реально ли угроза? Первая леди Украины встретилась с королевой Великой Британии. О чем говорили Елена Зеленская и Камила. Европейский союз должен поддержать Украину всем необходимым, чтобы Киев мог выиграть войну. Это главный месседж резолюции, которую сегодня принял Европарламент. Документ поддержало абсолютное большинство депутатов – 451. Кроме этого, парламентарии призвали страны ЕС предоставить Украине ракеты большой дальности, в том числе «Таурус» и «Стормшадоу», а еще артиллерию системы противовоздушной обороны и беспилотники. Также в резолюции указывается, что страны ЕС и НАТО должны выделять на военную поддержку Киева не менее четверти процента от своего ВВП в год, плюс обеспечить оборонные компании заказами, чтобы увеличить производство и поставки боеприпасов и военной техники для Украины. Замороженные российские активы следует использовать для вооружения Украины. Об этом заявила министр иностранных дел в Финляндии в интервью национальной телекомпании «Уле». По словам Элины Валтанин, Европейские союзы и Соединенные Штаты могли бы совместными усилиями реализовать эту идею. Эти средства можно было бы направить на оружие, на поставку оборонительных средств, а в долгосрочной перспективе – на восстановление Украины. Элина Валтанен, министр иностранных дел в Финляндии. Напомню, что накануне президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйн также призвала направить доходы от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины. Евросоюз, страны Большой Семерки и Австралия заблокировали около 260 миллиардов евро страны-агрессора. Большая часть этих денег находится в зоне ЕС. Российская армия начала перебрасывать часть своих сил из Авдеевки на Бахмутское направление. По данным Генштаба ВСУ, армия ИРФ концентрирует войска возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и в районе Часово-Яра. Здесь противник не снижает интенсивность применения тактической и беспилотной авиации. Наш корреспондент Анастасия Волкова побывала на позициях украинских артиллеристов и готова рассказать, как они противодействуют атакам захватчиков. Дмитрий – старший офицер батареи. 25 февраля исполнилось два года, как он на фронте. Его задача – постоянно следить за мониторами, картинку на которой выводят украинские беспилотники. В случае необходимости по заданным координатам подразделение отрабатывает по целям арт-установкой «Гвоздика». Благодаря онлайн-трансляции результат работы видят сразу. Уничтожение живой силы и техники противника находят наши летчики, передают координаты. И мы уже по тем координатам работаем. Подразделение «Дмитрий» помогает украинской пехоте сдерживать натиск противника на бахмутском направлении. Армия РФ снова пошла на штурмовые действия. Раньше шло их там 3-4 человека. Сейчас их стали возить машинами в немного больших количествах. И просто закидывают как мясо. Они берут количеством. Много обстрелов. Кабами закидывают. Сейчас каждый день слышно, как по часовому яру стреляют. Прилетает. В последнее время они активизировались. И еще плюс у них выборы. И у них обязательно должно быть какое-то достижение. Но я думаю, что мы им с этим никак не поможем. И будет все наоборот. Достижения будут только за нами и только победа. Поэтому у украинских артиллеристов снова много работы. Бывают такие дни, когда на перерыв нет времени. Было пару дней назад, когда был другой экипаж. То парни, которые стояли целый день, можно сказать, что не выходили из пушки. Только пришли сюда и снова в бой стрелять. Сейчас у нас немного легче. Но постоянно готовы. Сидишь ночью так, как есть. Есть только и того, что огрозулся и ждешь, можно в любой момент бежать к пушке и стрелять. До Нового года подразделение могло быть задействовано около 10 раз в день. Теперь же приходится делать 50 и даже 70 выстрелов в сутки. Защитники держали оборону в Клещиевке, Андреевке и сейчас в районе Часовояра. Говорят, ландшафт тут непростой, что усложняет маскировку. Сейчас стали более активные бои. Сейчас стали более активные бои. Начали очень лезть. Очень хотят забрать Часовьяр. Как говорится, если они хотят, то лезут. Самое большое то, что они тратят много живой силы. Они ею давят, давят, давят. Больше живой силы. И больше сейчас активизировалась их артиллерия. А так, на подавление, то так же мы работаем, можно сказать, и в 2, и в 3 раза больше. Каждый человек хочет вернуться к семье живым и здоровым. Так же и меня ждут дома жена, родители, и каждый семьянин хочет к своей семье. Конечно, что ты тут скучаешь, но я так хочу сказать, кто-то должен быть тут и защищать нашу родину, Украину. Только в этом месяце на вооружение сил обороны Украины поступило более полусотни новых образцов военной техники и оружия. Причем не только иностранного производства, но и собственного. Как сообщает Министерство обороны, боевые задачи успешно выполняют средства радиоэлектронной борьбы и разминирования, а так же автомобильная и спецтехника. Кроме этого, ВСУ получили боеприпасы для беспилотников и 120-мм миномет украинского производства. И снова украинские военные отрапортовали о сбитых российских Су-34. Сегодня их три. Главное управление разведки, кроме этого, сообщило о пожаре на одном из катеров береговой охранной пограничной службы ФСБ России в Азовском море. О потерях захватчиков в небе, море и на суше далее в сводке Генерального штаба ВСУ. Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, только за февраль силы обороны Украины уничтожили 13 российских самолетов. 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34, 2 истребителя Су-35 и 1 самолет дальнего радиолокационного обнаружения управления А-50. В этот перечень входят и те три Су-34, которые были успешно сбиты сегодня на Авдеевском и Мариупольском направлениях. Как отметил спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, потеряв А-50, россияне получают меньше информации об украинских радиолокационных станциях и средствах ПВО, а это помогает сбивать их самолеты. Сбиваются они довольно-таки далеко, не будем говорить точное расстояние, но на достаточно большом расстоянии. Российские пилоты уже не так наглеют, не так близко подлетают. Им, чтобы корректируемая авиабомба полетела дальше, надо подлететь ближе, ведь бомба планирует, у нее нет двигателя, она летит как планер, снижается, теряя скорость. Поэтому российским пилотам, чтобы ударить дальше, надо рисковать. А рискуя, они попадают в такие истории, как сегодняшняя. Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил вооруженных сил Украины в эфире марафона Едыни Новыны. Главная задача, которая сейчас стоит перед силами обороны Украины, эффективно использовать боевые возможности вооружения и военной техники украинских подразделений для нанесения максимальных потерь противнику и уничтожения значительной части его артиллерии и бронетехники. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он побывал в воинских частях, которые удерживают оборону на Авдеевском и Кураховском направлениях. И отметил отличную работу украинских бойцов в районе села Орловка Донецкой области. Хочу отметить мужество, стойкость и героизм военнослужащих 3-й штурмовой и 25-й отдельной воздушно-десантной бригад. Они смелыми и решительными действиями выбили противника, который пытался прорваться на окраину Орловки. Александр Сырский, главнокомандующий вооруженных сил Украины. Украинские военные выбрали новую линию обороны на Авдеевском направлении. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск Таврия Дмитрий Лиховий. И подтвердил, что город Красногоровка, который недалеко от Маринки, находится под контролем сил обороны Украины. И такие контрнаступательные операции военные эксперты называют успешной тактикой. Действительно, истощение ресурса – это главное вражеского ресурса, главная задача нашей активной обороны. Сегодня речь не идет о наступательных действиях нашей стороны, а с другой, опять-таки, возвращаясь к Красногоровке, мы видим, что контрнаступательные операции, они сегодня под силу вооруженным силам Украины на определенных участках. И, конечно же, это в любом случае может менять ситуацию на фронте. По данным Генерального штаба ВСУ, на фронте за последние сутки произошло 73 боевых столкновения. Сложная ситуация на Авдеевском направлении, где украинские военные отбили 22 атаки российских оккупантов, а также на Новопавловском. Там армия РФ также 22 раза пыталась прорвать оборону. Прорвать украинскую оборону российские войска безуспешно пытались также на Бахмутском, Купинском, Лиманском и Ореховском направлениях, но получали достойный отпор. Противник пытается на максимуме своих возможностей, используя все возможные ресурсы, продвинуться, чем за поднято в девки. И таким образом они создают буфер безопасности вокруг города Донецка. Поэтому, безусловно, в этих условиях противник готов нести огромные потери. По данным Генштаба ВСУ, только за минувшие сутки силы обороны Украины ликвидировали по меньшей мере 1150 российских солдат. Всего же потери российской оккупационной армии уже перевалили за 413 тысяч. Также за сутки ВСУ уничтожили 23 танка, 44 боевые бронированные машины, 41 артиллерийскую систему и 2 средства ПВО. Украина вернула с временно оккупированных России территорий еще пятерых детей. Двух девочек и троих мальчиков. Самому младшему ребенку всего 4 года, самому старшему 16. Один из них сирота, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. И уточнил, что сейчас дети находятся в безопасности, с ними работают врачи и психологи. Сегодня рано утром российская армия обстреляла Дарьевскую общину в Херсонской области. В селе Понятовка погиб мужчина, сообщает областная прокуратура. Также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Один человек погиб и в Юльевке, это уже Запорожская область. По прифронтовому селу россияне нанесли авиаудар. Атаковали управляемыми авиабомбами. Информация о разрушениях уточняется. Россия уничтожает культурное наследие Украины и пытается стереть украинскую историю, заявил генеральный прокурор Андрей Костин на конференции United for Heritage. И отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ повреждено или полностью разрушено более 900 объектов культурного наследия. Объем ущерба оценивается в 19 миллиардов долларов. Как отметили на конференции, в Украине создадут специальный госреестр всех уничтоженных или поврежденных объектов, который станет одним из инструментов для определения размеров компенсации от России. Масштабность и целенаправленность этих преступлений – еще одно свидетельство намерений Кремля осуществить геноцид против украинского народа. Именно так выглядит геноцид. Это намерение каждый день убивать наших граждан. Это намерение лишить нас будущего, специально похищая в Украине десятки тысяч наших детей. И это намерение пытаться стереть нашу историю, уничтожая наше культурное наследие. ОБСЕ официально активировало так называемый «московский механизм» для расследования проблемы задержания России украинских гражданских лиц. Как сообщил министр иностранных дел Украины, такое решение поддержало большинство государств-членов организации. Напомню, «московский механизм» – это процедура, которая позволяет создать миссию независимых экспертов для решения конкретной проблемы прав человека в одной из стран-участниц ОБСЕ. «Механизм» получил такое название в связи с тем, что его утвердили на конференции в Москве 33 года назад. В ходе этой войны Россия взяла в заложники тысячи украинских мирных жителей на временно оккупированных территориях. Они являются наиболее уязвимой и игнорируемой на международном уровне группой. Я ожидаю, что обращение к московскому механизму ОБСЕ поможет нам определить истинные масштабы этого преступления и установить факты. Это первый существующий международный механизм, задействованный по этому вопросу. Каждое российское преступление должно быть расследовано, а виновные привлечены к ответственности. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. В соцсети «Икс». Накануне Совет Европейского Союза окончательно согласовал помощь Украине на 50 миллиардов евро. Программа финансовой поддержки рассчитана на 4 года. Когда Украина получит первый транш от ЕС и на что пойдут деньги, расскажем далее. Европейский парламент подавляющим большинством голосов одобрил пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, как часть бюджета ЕС. Из них 39 миллиардов евро – прямая бюджетная поддержка, 8 миллиардов евро – инвестиционного инструмента для покрытия рисков, 3 миллиарда евро технической поддержки, в том числе на покрытие процентов по кредитам. Финансирование рассчитано на период с 2024 по 2027 годы. По его условиям Украина будет получать транши по фиксированному ежеквартальному графику. Решение парламента о согласии на пересмотр бюджета закрывает конкретную процедуру, связанную с подготовкой помощи для Украины. 50 миллиардов евро, о которых говорили главы государства и правительств, были предварительным решением, и сегодня решение парламента закрывает эту процедуру. Другими словами, парламент открывает возможность перечисления этих денег Украине. В начале февраля 2024 года Совет ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности о создании нового единственного специализированного фонда для поддержки Ukraine Facility. Пакет мер будет направлен на восстановление и содействие реформам на пути членства Украины в ЕС. У нас не возникает вопрос, нужны ли Украине деньги. Почему? Потому что Украина воюет и за нас, защищая наш мир, основанный на праве. Йоханнес Хан, Еврокомиссар по вопросам бюджета и управления. Решение Европейского парламента о создании финансового инструмента приветствовали в Киеве. Как заявили в Кабинете министров Украины, большую часть средств, которые Киев получит от Европейского Союза, направят в поддержку государственного бюджета страны. Европарламент принял решение о создании финансового инструмента для Украины Ukraine Facility размером 50 миллиардов евро. Решимость ЕС поддержать Украину непоколюбима. Вместе мы выстоим. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины в соцсети ИКС. Как сообщили на сайте Европарламента, после завершения всех необходимых процедур, первый транш из украинского фонда должен поступить в Украину уже в марте. Речь идет о сумме в размере 4,5 миллиарда евро. Евросоюз продолжит финансово поддерживать Украину, а также поставлять вооружение, боеприпасы и средства ПВО, подчеркнула председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Европейский совет вновь подтвердил непоколюбимую приверженность Европы делу поддержки Украины. Мы все знаем, что Украина борется за нас, поэтому мы поддержим ее необходимым финансированием и обеспечим ей столь необходимую предсказуемость, которую она заслуживает. Финансирование фонда для Украины на 33% состоит из грантов. При этом не менее 20% будет направлено на восстановление и модернизацию страны. Кроме того, 20% инвестиций фонда пойдут на реализацию зеленых инициатив, а 15% на развитие малого и среднего бизнеса. С 24 февраля 2022 года ЕС предоставил более 130 миллиардов евро в рамках программ помощи Украине. И к другим важным темам дня. Европарламент принял резолюцию, в которой прямо обвинил Путина в смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Документ поддержало абсолютное большинство депутатов, 506. Также парламентарии требуют независимого международного расследования о смерти российского политика и призывают поддержать Украину. Поддержка Украины – самый лучший ответ Кремлю. Решительная победа Украины может привести к настоящим изменениям в Российской Федерации. В частности, к деимпериализации, деколониализации и рефедерализации, которые являются необходимыми условиями для установления демократии в России. Из резолюции Европейского парламента. Угрозы Путина применить ядерное оружие – это часть политической игры Кремля перед так называемыми выборами президента России. Так считают во внешнеполитической службе Евросоюза. При этом там отмечают, что подобные заявления Путина абсолютно неприемлемы и неуместны. Это один из многих примеров того, как Путин пытается снять с себя вину за войну, которую он начал против Украины. За нестабильность, которую он пытается создать вокруг Украины. Он продолжает обманывать свою собственную нацию и пытается продолжать обманывать и международную общественность, если еще кто-то его слушает. То есть он начал войну против Украины. Он несет ответственность за все последствия внутренние в России, региональные в Украине, а также глобальные на мировой арене. Ну и, конечно, при этом еще и угрожает ядерным оружием. Это абсолютно неприемлемо. Но именно он начал войну. Именно он продвигает нестабильность. И что касается его обращения к нации, он обманывает народ. Народ живет под железным кулаком, под репрессиями, напоминающие сталинские времена. Армия в катастрофическом состоянии, экономика разрушается, а его усилия по уничтожению Украины до сих пор были ничем иным, как провалом. Через несколько дней министры обороны и иностранных дел европейских стран встретятся в Париже, чтобы обсудить вопрос конкретных мер для военной помощи Украине. Об этом сообщил спикер французского МИДа Кристоф Лемуан. По его словам, министры также обсудят и вопрос защиты Молдовы, которой грозит дестабилизация со стороны России. Напомню, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон собрал в Париже лидеров ЕС. Главной темой встречи стала дальнейшая поддержка Украины на фоне эскалации со стороны Российской Федерации. Баку и Ереван второй день подряд проводят переговоры о нормализации отношений. На встречу в Берлине собрались глава МИД Армении Арарат Мирзаян и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов. Накануне министры также провели двусторонние переговоры между собой, после чего каждая из делегаций отдельно встретилась с главой немецкого МИДа Анналеной Бербак. Армения может взять курс на вступление в Евросоюз и получение статуса кандидата. Об этом заявил спикер парламента страны Ален Симонян, отвечая на вопрос, готов ли Ереван углублять отношения с Западом. Мы готовы двигаться и будем двигаться в направлении, которое предоставит нам наибольшую безопасность. А сейчас то, что мы демократическая страна, является важной составляющей нашей безопасности. Ален Симонян, председатель Национального собрания Армении. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна поставила на паузу участие в ОДКБ, а также больше не может полагаться на Россию как на главного оборонного союзника, поскольку Москва уже не раз подводила Ереван. После вступления Швеции в НАТО все побережье Балтийского моря, за исключением российского Калининграда, станет территорией Альянса. Таким образом, протяженность границы военно-политического блока с федерацией с начала полномасштабного вторжения в Украину увеличилась почти в два раза. В Институте изучения войны считают, что Кремль готовится к прямому столкновению с армией НАТО. Аналитиков насторожили два указа Путина, которые восстанавливают московские и ленинградские военные округи. Детали в материале Лариса Зубенко. Не допустить расширения НАТО – одна из целей так называемой СВО, которую Кремль с треском провалил. С 24 февраля 2022 года протяженность границ Альянса и Федерации выросла примерно на 1300 километров. И это показатели до вступления в НАТО Швеции, которая состоится в ближайшее время. Это исторический день. Он делает НАТО сильнее, Швецию безопаснее, а всех нас более защищенными. Он также посылает очень четкий сигнал президенту Путину, что двери НАТО открыты. Мы должны помнить, что он вступил в войну, чтобы закрыть двери блока. Он добился прямо противоположного. После присоединения Финляндии, как вы помните, граница НАТО с Россией увеличилась примерно вдвое. Швеция теперь станет членом, а Украина близка к членству, как никогда раньше. В ответ руководство Федерации все чаще говорит о прямом боестолкновении российских сил с силами НАТО. Эксперты уверены, учитывая то, как часто Кремль сам создает поводы для нападения на другие страны, сценарий вторжения российских войск на территорию Альянса исключать нельзя. Россия может напасть на одну из стран НАТО для того, чтобы проиграть НАТО. Им легче будет объяснить своему населению, своему обывателю, что вот видите, да, мы боролись, мы боролись, у нас были, конечно же, возможности, и мы все бы сделали очень легко, но вот включились полной мощью все страны НАТО, и, конечно же, мы вынуждены идти на какой-то переговорный процесс, давать задний ход, соответственно, прекращать большую войну. Вот это может быть объяснением такого нападения. В успехе военной операции российских войск на территории стран НАТО эксперты сомневаются. Большинство живой силы Кремль бросил на фронт в Украине, а технологичность российского оружия в десятки раз уступает западным образцам. Это на практике доказали вооруженные силы Украины. Тем временем страны НАТО готовятся к вероятным провокациям со стороны России. Ранее министр по вопросам евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина заявляла о том, что как минимум в пяти странах Альянса моделируются сценарии войны с Федерацией. А немецкое издание Bild обнародовало секретные документы, якобы содержащие план действий сил НАТО в случае российской агрессии. Вне зависимости от того, какие планы есть в Кремле, НАТО должна быть готова к отражению любой агрессии со стороны России. Военные, конечно же, просчитывают такие варианты. На последнем саммите НАТО в Вильнюсе была принята адаптированная стратегия, которая исходит из того, что какая бы агрессия ни была совершена, нельзя отдавать потенциальному оккупанту ни одного кусочка территории. Напрямую предупреждают об ответственности России в случае попытки нападения в странах Балтии. После того, как Швеция была интегрирована в Альянс, Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет нейтрализован первым. Предыдущие ложные обвинения России в том, что она окружена НАТО, теперь становятся реальностью. В Кремле уверяют, у России нет ни геополитического, ни экономического, ни военного интереса атаковать страны НАТО. Однако верить Москве не приходится. В преддверии 24 февраля 2022 года высшее военно-политическое руководство слово в слово говорило о том же в отношении Украины. Копенгаген предоставляет Киеву дополнительный грант почти на полтора миллиона долларов. Как сообщили в правительстве Дании, деньги пойдут на укрепление сотрудничества стран по восстановлению Украины. В частности, таких городов, как Львов, Киев и Николаев. В сообщении отмечается, что среди прочего будет применен датский опыт в области очистки воды, а также более стабильной энергетики для украинских муниципалитетов. Первая леди Украины встретилась в Великобритании с королевой-консортом Камилой. Елена Зеленская поблагодарила семью монархов и все Соединенное Королевство за поддержку Украины, в том числе за предоставление убежища 200 тысячам украинских беженцев. Кроме этого, во время визита в Британию Елена Зеленская встретилась с женой премьер-министра Риши Сунака Акшатой Мурти, а также переговорила с министром иностранных дел Дэвидом Кэмероном и министром здравоохранения и социальной защиты Викторией Аткинс. После ранений снова в строй. Сотни украинских защитников, пройдя лечение и реабилитацию, возвращаются на службу, а помогают им в этом опытные медики. За два года полномасштабной войны только в Днепре они поставили на ноги сотни военнослужащих. Подробности в материале моих коллег. До полномасштабного вторжения России в Украину Екатерина жила в Харькове, работала в сфере IT. В свободное время занималась волонтерством и училась обращаться с оружием. Говорит, морально была готова стать военнослужащей, поэтому уже в конце февраля 2022 года, как и тысячи добровольцев, пошла в военкомат. «Было Харьковское направление, мое родное. Там деятельность наша закончилась нашим участием в контрнаступательной операции. Мы дошли в сторону Волчанска, почти до границы. К самой границе приближаться мы не стали. Нам тогда было непонятно, можем ли мы там стрелять или лучше не надо. Мы подумали, если мы туда выйдем и кого-то увидим, то стрелять точно будем. И мы решили уже туда не доезжать». Несколько месяцев подразделение Екатерины было на Донецком направлении под Бахмутом. Потом их перевели в другой сектор. Вспоминает, как в одну из ночей помогало раненому сослуживцу дойти до пункта эвакуации. «Я вела под руку побратима. Он был травмирован. А потом так получилось, когда я упала. Мы уже просто с ним бежали вдвоем. И у нас было две целых ноги на двоих». Медики говорят, травма у девушки несерьезная. Но на передовой приходится носить тяжелые каску, бронежилеты, другое военное снаряжение. Поэтому на полное восстановление понадобится больше усилий. «Оперативное лечение ей не требуется. Она получает физиофункциональное лечение местное. Мази, компрессы, иммобилизацию и обезболивающие препараты». Дальше Екатерину ждет короткая реабилитация, после которой она снова вернется на фронт. Более длительное восстановление впереди у Дениса. В мирной жизни он был энергетиком. Когда Россия начала полномасштабную войну, сразу мобилизовался. На одном из боевых выходов получил осколочное ранение от танкового снаряда. Руку практически раздробило. Перенес несколько операций и уже почти полгода восстанавливает подвижность руки. «Был отек, и рука хуже работала. Сейчас уже лучше стало. Даже вернулся к своему хобби. Я появлю микроэлектронику». Реабилитологи рассказывают, когда Денис к ним попал впервые, он не мог даже держать в руке телефон. Сейчас уже поднимают двухкилограммовую гирю. Из-за сложного ранения у Дениса повреждены срединные локтевой нервы. Он не чувствует холода и тепла. «Это огромная проблема, потому что для пациента холод – это нестерпимая боль. А тепло до ожогов может быть. И такое уже было у него. По чувствительности вообще она есть. Но из-за того, что она нарушена, он не может полностью сгибать или разгибать запястье, выполнять какие-то функциональные охваты. И из-за нарушения чувствительности он не может брать большой вес, например». Для Дениса это уже второй курс реабилитации. Результаты хорошие. Медики отмечают все благодаря тому, что у самого пациента есть четкая цель – полностью восстановиться и снова стать на защиту Украины. О важных событиях и мнениях вы всегда можете узнать на странице нашего телеграм-канала. Найти его несложно. Сканируйте код на экране и переходите по ссылке. Новости обновляются оперативно, и вы не пропустите самое главное. Говорить о важном уже буквально через пару минут продолжат мои коллеги из информационного марафона. Оставайтесь с Фридом и всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok